Добрый день, мы продолжаем мастер-классы. Сегодня наш жаркий июльский день. С нами Михаил Стукало. Мы сегодня обсуждаем проблематику, связанную с передовыми технологиями в области искусственного интеллекта и управления активами. – Михаил, скажешь об изменении своей позиции тогда? – Да, конечно. Давайте я попробую открыть экран. Моя презентация видно? – Да. – Отлично, хорошо. Я второй раз уже у вас появляюсь, поэтому частично она может быть будет пересекаться с тем, что было в первый раз. Какие-то слайды позаимствовавшись в этом плане глобальными, многие вещи не изменялись. Как предыстория или предисловие, я работаю в Quantitative Research Analyst в Strategic Advisors Fidelity. Это крупный фонд внутри Fidelity Investments, который занимается во многом алгоритмическим и статистическим инвестированием. До того, как я присоединился к моей нынешней группе, я был в подразделении, которое занималось непосредственно искусственным интеллектом, это назывался AI Center of Excellence, где я работал как Principal Data Scientist, и наша роль была в применении различных подходов машинного обучения и искусственного интеллекта к разным задачам, связанным с управлением финансами. В качестве предисловия я все время пытаюсь это донести до аудитории, потому что иногда возникает такой сложный момент, когда люди недопонимают, что такое искусственный интеллект, что такое машинное обучение. Я не знаю, насколько это правильно с точки зрения теоретической, но практически, мне кажется, есть смысл делить то, что мы называем вообще искусственным интеллектом, как правило, на две на самом деле группы. И первое из них – это машинное обучение, которое на самом деле подразумевает под себя более простые технологии и техники для работы с данными. И то, что мы обычно имеем в виду, когда говорим искусственный интеллект, это всевозможные нейросети и такие продвинутые сложные инструменты. И когда речь идет о машинном обучении, то на самом деле даже такие простые вещи, как регрессия или support vector machines, они по большому счету относятся к этому. То есть это простые модели, но их плюс заключается в том, что они могут оперировать с данными, которых не очень много. И, к сожалению, в финансах это очень частая ситуация, когда не так много данных, с которыми можно работать. Но и также есть какие-то инструменты и искусственные интеллекты, которые применяются, и они, как правило, подразумевают, что у вас есть большое количество данных, с которыми можно работать и использовать более продвинутые методологии. В качестве предисловия, почему это важно или насколько это важно в финансах, мне кажется, несколько вещей там нужно заметить, что вот то, что вы видите справа, это был обзор университета Кембриджа, опрос университета Кембриджа, который опрашивал топ-менеджеров из разных отраслей на тему того, насколько сейчас они применяют искусственный интеллект и как, им кажется, это поменяется через пару лет. Этому опросу там год, поэтому мы где-то, наверное, посредине между этими двумя столбцами сейчас находимся. Две вещи, которые, наверное, стоит отметить, это то, что есть финансовый сектор или сектор финансовых услуг, который большой, включает в себя, по крайней мере, то, что в США мы подразумеваем под финансовыми услугами, то попадают и банки, и страховые компании и так далее. И есть непосредственно внутри этого финансового сектора есть сектор, связанный с управлением инвестициями. И это вот нижний график. И стоит заметить, наверное, пару вещей, которые бросаются в глаза. То, что, опять-таки, это вопросы, то есть это субъективное мнение топ-менеджеров. Но в целом, видите, что как оно выглядит сейчас, большая часть менеджеров именно в управлении инвестициями считают, что искусственный интеллект сейчас так себе важен. Но при этом они считают, что он будет довольно важен через пару лет. При этом в целом индустрия довольно сильно оценивает важность искусственного интеллекта и сейчас, и ожидания относительно двух лет гораздо более ярко выражены, чем в управлении инвестициями. Я поговорю немножко позже, почему это происходит. На мой взгляд, тому есть несколько предпосылок. Но это вещь, которую нужно держать в голове. И это на самом деле отражается на то, какие методы искусственного интеллекта и машинного обучения применяются в финансах, о чем мы тоже поговорим чуть дальше. На этой шкале между машинным обучением и искусственным интеллектом есть целый ряд задач, для которых разные инструменты применяются. И эти задачи, как правило, и инструменты объясняются тем, сколько есть данных, с которыми мы можем работать и как эти данные выглядят. Сложнее всего работать с такими вещами, как оптимизация портфеля и систематическая торговая стратегия по той причине, что про сложнее всего, используя машинное обучение и искусственный интеллект, по той причине, что данных там мало, как правило, потому что часто речь идет о дневных доходностях акций. Если это дневные доходности акций, то за год наблюдений у вас 250 наблюдений, за 10 лет 2500 наблюдений. Это не тот размер, чтобы использовать какие-то сложные нейросети и так далее. Но с другой стороны, есть противоположный край этого спектра. Там, где есть либо альтернативные данные, как раз на этом я хотел сегодня остановиться, и там, где есть данные об огромном количестве клиентов, управляющих компаний, там можно применять уже продвинутые методы искусственного интеллекта для того, чтобы с этими данными как-то работать. В этой конкретной презентации сегодня я бы хотел сделать упор на двух вещах. Мы о них поговорим. Это NLP и reinforcement learning, потому что меня периодически спрашивают люди, которые учатся сейчас по направлениям, которые связаны с искусственным интеллектом, на тему, где сделать упор для того, чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и так далее. И мне кажется, что эти направления именно NLP и reinforcement learning, они на самом деле, как сейчас, по крайней мере, выглядят наиболее перспективными с точки зрения того, чтобы повысить свою привлекательность для потенциального работодателя и привнести какие-то новые методы в процесс. Прежде всего, как такое отступление лирическое на эту тему, хочу сказать, что то, что я говорил, управление инвестицией немножко запаздывает по сравнению с другими индустриями с точки зрения применения искусственного интеллекта и причин тому, как мне видится, три. И так непонятно, какая из них важнее. Первое – это некая консервативность, если угодно, менеджеров и управляющих портфелями, потому что, как правило, это люди, которые много лет работали на рынке, у них есть какие-то свои, свое понимание и свой институционный взгляд на тему того, как инвестировать. Соответственно, вот такие новые технологии, они, как правило, воспринимаются с энтузиазмом, но вместе с тем аккуратно. То есть, ты не хочешь менять свой институционный процесс кардинально, просто потому что есть какая-то модель, которая вроде бы, как в бэктесте, чуть-чуть получше. Второй момент это подход такой BlackBog, как сделали там, черный ящик. То есть, многие люди, которые непосредственно занимаются принятием решений в часть инвестирования, они часто не понимают, как работает модель машинного обучения и уж тем более искусственного интеллекта. И, соответственно, для них это все выглядит как такой некий черный ящик, в который поступает данные и он в результате предлагает какие-то институционные решения. Соответственно, это тоже осложняет применение искусственного интеллекта. Ну и, наконец, третья вещь, это связанная с всевозможными законодательствами и регуляциями в части управления инвестированием. В США эта вещь очень сильно зарегулированная, потому что и управление, и комиссия по ценным бумагам, и в целом государстве пытаются всячески защитить ритейловых инвесторов. И поэтому на самом деле риск, который возникает в случае того, что если что-то пойдет не так, он очень высокий для управляющих компаний. Поэтому любые модели, которые идут в использовании, проверяются, перепроверяются много раз, стресс-тестируется, потому что здесь в какой-то мере это работа как у сапера, ошибку совершить нельзя. В связи с чем это приводит к следующей ситуации, что часто какие-то новые, в кавычках, вещи, которые используются в финансах, в искусственном интеллекте, они на самом деле были придуманы, разработаны и так далее, не для финансов в начале. То есть в качестве ярких примеров есть такие нейросети, которые называются long-short-term memory, нейросети, которые изначально придумывали для распознавания рукописного текста, для процессинга какой-то там речи или текста, но потом в финансах осознали, что на самом деле их можно применять для того, чтобы анализировать временные ряды данных. Два других направления, которые тоже пришли в финансы из других мест, это первое, собственно говоря, NLP, NLP, это Natural Language Processing, это та часть искусственного интеллекта, которая посвящена работе с языком и с текстом. Понятное дело, что это придумалось не для финансов, но сейчас все большую популярность набирает в финансах, и я потом приведу пару примеров, как это используется. Очень новые направления, которые тоже сейчас на слуху, внутри нашей отрасли, это reinforcement learning, он пришел вообще из компьютерных игр, да, и работы с компьютерными играми, но теперь многие считают, что на самом деле это такой передовая с точки зрения использования искусственного интеллекта финансов, потому что есть много очень интересных применений для reinforcement learning. соответственно, в своей презентации как раз хотел остановиться на этих двух направлениях и привести примеры, где они могут использоваться. Опять-таки, как я сказал, это скорее не та история, когда мы понимаем, что это точно работает, а скорее та история, когда все хотят попробовать это использовать, потому что вроде бы как есть потенциал, именно почему я говорю, что это такая передовая этого фронта использования искусственного интеллекта в финансах и для будущих студентов и потом людей, которые будут искать работу в финансовом управлении инвестициями, мне кажется, это то направление, на котором стоило бы сделать фокус, сконцентрировать. Соответственно, то, как я видел в разных местах попытки применения NLP для управления инвестициями, оно заключается в нескольких направлениях. Первое, это когда фактически вы тренируете языковые модели, которые называющие простым языком читают за вас какие-то отчеты, отчеты аналитиков, квартальные отчеты компаний и так далее. Там нужно понимать, что, например, американский рынок, он огромный с точки зрения количества публичных компаний. Если мне не изменяет память, то порядка 8-10 тысяч публичных компаний, которые там активно торгуются на основных биржах. Соответственно, физически невозможно никакому человеку сесть и прочитать 8 тысяч квартальных отчетов, когда они выходят. Одно из направлений в искусственном интеллекте, на которое смотрят, это использование NLP для того, чтобы анализировать эти отчеты и доставать из них информацию, которая наиболее релевантна для портфельных управляющих и таким образом делает такой прескрининг акций на рынке. Производная от этого это генерация сигнала, так называемая, то есть часто в финанских такое понятие сигнал, сигнал – это некие данные, которые тебе дают возможность понять решение покупать или продавать какую-то акцию. Одним из таких сигналов, например, может быть сентимент, то есть пример этого будет, что если новости выходят про какую-то компанию, которые говорят, что компания негативная, то, наверное, стоит ожидать, что акции этой компании пойдут вниз и наоборот, если какая-то компания, не знаю, биотек-компания сделала прорыв в исследованиях и им одобрили какую-нибудь вакцину, то, наверное, стоит ожидать, что акции пойдут вверх. Поскольку, опять-таки, людям физически невозможно проанализировать весь объем новостей, которые выходят в мире, а их на самом деле миллионы и миллионы статей выходят, то один способ применения НЛП-моделей это тренировка НЛП-моделей, которая на основании текста новости выдает некое числовое значение сентимента, в соответствии не от того, что хорошо отзывается или плохо отзывается о той компании, про которую про которую эта новость. И таким образом я знаю, что люди пробуют строить торговые стратегии, которые фактически на этих новостях торгуют и пытаются сделать просто быстрее, чем люди, потому что предполагается, что модель сможет найти такие новости и проанализировать гораздо быстрее, чем вы сможете сделать человек. И, наконец, третье направление, в котором НЛП может быть полезным, это сейчас стало популярным направление, которое называется тематическое инвестирование. Тематическое инвестирование это, по большому счету, когда вы покупаете акции компаний, связанные с какой-то темой. Не обязательно они должны быть из одной индустрии, но должен быть общий драйвер, почему эти компании будут чувствовать себя лучше, чем другие компании. Например, зеленая энергетика. Она не обязательно будет включать компании, которые производят энергию, она может себя включать Теслу, она может себя в том числе получать какой-нибудь General Motors, который получил какие-то гранты от государства на развитие электроавтомобилей и так далее. То есть такая комплексная тема, которая связана каким-то общим драйвером. Или другой пример, это ESG, это компании, которые как у нас в России говорят социально ответственный бизнес, соответственно, компании, которые активно инвестируют в то, чтобы их продукты соответствовали стандартам экологическим, социальным стандартам и так далее. Как правило, такую информацию сложно вычленить, если использовать просто какие-то числовые данные. Посмотрев на отчеты о прибылях и убытках, вы вряд ли сможете понять, насколько сильно компания погружена в ту или иную тему. Но используя NLP-модели, можно анализировать пресс-релизы компании, какие-то отчеты компании, какие-то новости о компании для того, чтобы оценить, насколько компания подвержена влиянию той или иной темы и таким образом создать тематический портфель, который вам интересен. Вот это, наверное, три таких крупных направления, которые я вижу в использовании NLP. Но другая еще приятельность NLP, что на самом деле довольно универсальный метод, потому что даже если мы не говорим о управлении активов в прямом смысле слова, именно покупки или продажи акций, облигаций и так далее, управляющие компании, они в первую очередь компании, поэтому у них есть тоже клиенты, у них есть какие-то направления по тому, чтобы этих клиентов привлечь, удержать, общаться с клиентами и так далее. И там тоже активно используется NLP для целого ряда задач, которые связаны просто с бизнесом, а не с инвестициями непосредственно. Поэтому, как резюмируя, мне кажется, что NLP это одно из направлений, на которое стоит сделать упор, если интересно дальше продолжать работать в этой сфере. Я подозреваю, что, наверное, так или иначе эти направления преподают в институте, но просто как дополнительные материалы есть такой профессор в Стэнфорде Эндрю Энг. И он по большому счету есть не родоначальник, это такой крестный отец искусственного интеллекта. И у него есть очень хороший курс, который называется Natural Image Processing. Мне кажется, он будет в принципе там хорошее подспорье к тому, что преподают внутренне с точки зрения этого направления. Второе потенциальное направление, которое я хотел поговорить, это называется Reinforcement Learning. И что он из себя представляет? Что как правило, когда говорят про машинное обучение и искусственный интеллект, то говорят про него либо как Supervised, либо Unsupervised Learning. Соответственно, примеры Unsupervised Learning будут модели, в которых вы не показываете модели правильный ответ, грубо говоря. То есть один из примеров так называемый K-Means Clustering. Это то, что слева наверху вы видите. Давайте представим, что по одной оси у вас рост, по другой вес. Вы взвешиваете и замеряете людей, используете K-Means Clustering, говорите, что мы хотим поделить их на три группы. И скорее всего три группы, которые вы в результате получите, это мужчины, женщины, дети. Потому что как правило, они отличаются по соотношению роста и веса. Поскольку вы модели не показываете правильный ответ, то есть вы не говорите, что вот это наблюдение это мужчина, вот это наблюдение это женщина, то это называется unsupervised learning, потому что просто сама модель выбирает на основании какого-то алгоритма, выбирает, как правильно разделить ваши наблюдения. Второе, там большое направление, так называемый supervised learning, там наиболее простой пример будет что-то из разряда регрессии, она не обязательно должна быть линейная, она просто для простоты здесь изобразила как линейная, где фактически вы для каждого независимая переменная у вас есть зависимая переменная, которую вы знаете, поэтому по большому счету вы модели показываете правильный ответ и учите модель, вот если вы увидели такое наблюдение, то значит правильный ответ такой, то соответственно в итоге она умеет предсказывать правильный ответ. Reinforcement learning это такое странное направление, странное существо вот в этой классификации моделей, потому что это как бы и не то и не другое. Reinforcement learning его изначально придумали, насколько я понимаю, для всевозможных вещей, связанных с компьютерными играми, и в итоге сейчас, как ни странно, он довольно сильно и глубоко стал проникать в управление финансами, то есть что он из себя представляет? Вместо того, чтобы показывать правильный ответ модели или наоборот не показывать ничего в модели, вы модели задаете набор правил, который называется reward function, то есть фактически вы говорите, вот если мы, например, смотрим на эту компьютерную игру, которая внизу, то вы говорите, что каждый раз, когда мячик был отбит этой ракеткой, то мы даем вознаграждение 5 баллов. Каждый раз, когда мячик пролетел мимо, минус 5 баллов, и дальше повторяя вот этот цикл симуляции много-много-много-много раз, модель фактически сама учится, обучается, где ей нужно в данный момент поставить ракетку, чтобы этот мячик отбить, для того, чтобы максимизировать эту reward function. прелесть этого подхода и почему он потенциально интересен для финансов, потому что вам не нужно знать правильный ответ, вам нужно знать правила игры, по большому счету. И многие вещи, которые существуют в финансах, вы на самом деле на них часто смотрят с точки зрения того, что это некая игра, в которую играют люди. И потенциально reinforcement learning может использоваться в таких вещах, как моделирование динамики рынка, какие-то торговые стратегии оптимальные, где у вас есть функция вознаграждения прям жизнью подсказана, а именно ваш отчет о попылях и убытках после торговли акциями. Это прайсинг всевозможных деривативов, потому что часто сложные деривативы, они то, что называется path dependent, то есть выплата по этому деривативу производному финансовому инструменту, она зависит от того, какие обстоятельства сложились в процессе. И там тоже есть какие-то понятные правила игры, которые вы просто можете показать модели. И наконец, то, чего хотят все управляющие компании, это когда вы можете давать инвестиционный совет, который базируется на конкретных жизненных ситуациях вашего клиента, не в общем группе клиентов, а конкретно этого человека. И, соответственно, таким образом инвестиционную жизнь этого человека тоже каким-то образом можно представить себе как некую игру с понятными правилами и постараться обучить модель, как принимать наиболее корректные решения. Это прям совсем новая часть использования искусственного интеллекта в финансах, и поэтому это скорее экспериментальная вещь, то есть я не слышал, по крайней мере, про то, что это было бы применено в практику, но я слышал про то, что многие люди пытаются применить практику, и мне кажется, довольно это интересное и потенциально работающее направление. Опять-таки, дополнительная информация дополнительного совета есть курс Reinforcement Learning and Finance тоже на Coursera, который на самом деле записал мой бывший начальник, поэтому заинтересован в этом плане, но на самом деле довольно сложный математический курс, но он хороший с точки зрения того, чтобы понять, как можно Reinforcement Learning использовать в финансах. И последнее это направление, которое у нас Инверс Reinforcement Learning. И он отличается от Reinforcement Learning тем, что на самом деле это способ взять поведение экспертов и обучить модель действовать так, как действовал бы эксперт. То есть вот пример внизу с этим автомобилем, который, надеюсь, не будет использоваться для того, чтобы обучать правильно водить машины, потому что очевидно, управляют и плохо. Но идея именно такая, что вы набираете много-много-много часов или наблюдений того, как эксперт принимает какие-то решения, вы показываете это, то, что называется агент, но агент в данном случае компьютерная модель, и компьютерная модель пытается из этого наоборот вычислить reward function, то есть а что нужно на самом деле делать, чтобы это считалось правильно. И опять-таки для финансов это можно смотреть как применение для того, чтобы, например, делать какой-то прескрининг акций, то есть каким образом часто финансовые аналитики, они даже не финансовые аналитики, а во многом трейдеры и портфельные управляющие, у них есть наработанные опытом чувства, какую акцию, облигацию и так далее, стоит покупать, вот такая вот интуиция, по большому счету, но эта же интуиция, она как правило базируется на какой-то на самом деле информации, не просто люди наугад покупают. Часть этого они могут объяснить, часть этого они не всегда могут объяснить, просто это накопленный многими годами опыт, который сложно сформулировать какое-то простое правило. Но используя Inversary Reinforcement Learning, соответственно, наоборот, можно развернуть эту ситуацию и, наблюдая за их принятием решений, создать модель, которая будет действовать похожим образом, так же, как делают эксперты. И опять-таки, то же самое может использоваться и для институционных советов для ритейловых инвесторов, потому что, наблюдая за тем, как человек до сих пор торговал своим портфелем, акции, облигации и других инструментов, вы можете понять, чего конкретно он ожидает от своего институционного портфеля и давать совет, который будет базироваться в том числе на некой reward function, которая у него в голове существует этого человека. Поэтому это потенциально интересное направление. Я думаю, на этом я по большому счету закончил говорить то, что я хотел рассказать, поэтому если вдруг есть какие-то вопросы, я с тобой с вами отвечу. Михаил, спасибо большое. Спасибо большое, что вы второй раз к нам присоединились и поделились своим видеоем, как возможно применять искусственный интеллект в финансах и соответственно этой динамике.